Приморский карьер Приморский карьер – место разработки и добычи крупнейшего в мире месторождения янтаря. Именно здесь расположены его основные запасы. По данным геолога-разведки, до 90% всех мировых залежей этого камня, называемого «балтийским самоцветом», хранит Калининградская земля. В действительности, янтарь – это окаменевшая смола реликтовых сосен. В международной минералогической терминологии – субцинит. Добыча камня происходит следующим образом. Поскольку янтареносный пласт залегает на глубине 50-60 метров, то вскрышные работы, снятие верхних кустых пород происходит в два этапа. Верхняя часть толщиной 25-30 метров, первый вскрышной кусток, обрабатывается способом гидромеханизации. Размыв массива ведется при помощи двух гидромониторов. Затем размытая порода – пульпа – землесосной установкой по пульпопроводу перекачивается на побережье Балтийского моря, где происходит ее сброс для берега укрепления расположенного там объекта янтарного комбината – хвостохранилища. Следующий этап начинается на втором вскрышном уступе, где в дело вступают 700-тонные шагающие экскаваторы «Драглайн». Они переваливают оставшуюся 25-метровую толщу пустых пород в свободное место карьера – внутренние отвалы. Далее – работа на пласте янтароносной породы в голубой земле. Рыхление породы здесь тоже производится при помощи шагающего «Драглайн», складирующего голубую землю в конус отвала, после чего мощный гидромонитор размывает конус, и образовавшаяся пульпа по пульпопроводной траншеи самотеком поступает в землесосную установку. Но перед тем, как туда попасть, крупные фракции янтаря вручную отлавливаются с помощью сачков. Благодаря этому крупные куски янтаря не проходят через рабочее колесо насоса и не транспортируются по пульпопроводу, а следовательно, не подвергаются механическому воздействию. Сам слой янтареносной породы представляет из себя песчано-глинистую смесь, состоящую из кварца, полевого шпата и глауконита. Благодаря последнему порода имеет голубоватый цвет, отчего и носит название «голубая земля». Содержание янтаря в ней колеблется от 800 граммов до почти 3 килограммов на кубометр. Следующий этап называется обогащение. Землесос перекачивает по трубопроводу пульпу из карьера на узел обогащения. Длина трубопровода более полутора километров. Подъем совершается с отметки минус 14 до отметки плюс 27 метров над уровнем моря. Поступивший на узел обогащения материал поступает на шпальтовое сито и грохот питатель. За счет этого более 90% пустой пульпы выводится из процесса и сразу отправляется в зумф перекачивающего землесоса для последующего складирования в хвостохранилище. Далее пульпа поступает в барабанные сепараторы, где за счет поддержания определенной ее плотности происходит эффективное извлечение янтаря. Извлеченный янтарь непрерывно подается в промывочный барабан для очистки. Промытый напорными струями воды янтарь загружается в контейнер. С помощью данной технологии извлекается весь янтарь размером крупнее 2 мм. Янтарь – единственный в мире минерал, называемый удельно легким. Его удельный вес почти равен весу воды – 1,05 г на сантиметр кубический. Ни теории, ни способов, ни аппаратов, ни опыта добычи и обогащения таких минералов в мире не существует. Далее в циклах доводки и сортировки янтарь, поступающий с узла обогащения, проходит предварительное грохочение – разделение на фракции с размерами кусочков плюс 23 мм и минус 23 мм. Фракция минус 23 мм проходит сушку. Затем высушенный янтарь погружается в ванны с водой. Щиповые ванны, где он тонет, а легкие примеси – щипа – всплывают и удаляются. После этого янтарь подается в ванны с поваренной солью, где тонут тяжелые примеси – лигниты. Янтарь повторно высушивается в специальных печах. Более ценная фракция плюс 23 мм проходит те же процедуры в более щадящем режиме. После просушки рассортированный янтарь сдается на склад готовой продукции. Что касается запасов камня и перспектив комбината. В настоящее время янтарный комбинат имеет лицензии на разработку двух месторождений янтаря – Приморского и Пальмникинского. На Пальмникинском месторождении разрабатывается проектная документация для отработки оставшихся участков месторождения. А на Приморском месторождении добыча успешно ведется. А поставленные на баланс предприятия запасы янтаря составляют несколько десятков тысяч тонн. Кроме того, на территории Самбийского полуострова вдоль Балтийского побережья запасы янтаря оцениваются в количестве еще около 300 тысяч тонн. А значит, перспективы у калининградских янтарщиков самые радужные. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok